Россия и Украина провели крупнейший с начала войны обмен пленными. Домой вернулись 144 украинца, 95 из них – военные, оборонявшие завод «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 43 бойца полка «Азов». Видеопроцессы накануне опубликовало Главное управление разведки Украина. Президент страны Владимир Зеленский и глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин также подтвердили, что обмен состоялся. Честно, эмоции переполняют. Ехать было очень тяжело, потому что это уже не первая попытка вернуться домой и никогда не получалось. Всю дорогу я думал о том, что всё сломается, всё пойдёт не так, и мы вернёмся обратно в плен. Большинство освобождённых украинцев имеют тяжёлые ранения, огнестрельные и осколочные, а также травмы, полученные из-за взрывов, ожоги, перелома и ампутации конечностей. В Украине они получают медицинскую и психологическую помощь. В российском плену до сих пор находится около двух с половиной тысяч украинских военных, оборонявших «Азовсталь» и сдавшихся в середине мая. Тем временем во время обстрела российскими войсками Николаева ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения. Москва признала, что российская армия обстреливала город, но утверждает, что целью атаки была база подготовки иностранных наёмников под Николаевым.